Ровно шесть лет назад вышел данный шедевр, друзья! 11.11.11 С днём рождения, Скайрим! С днём рождения, Скайрим! Всем привет! Меня зовут Сагирой Иван, это мой канал Мистер Кэт! И сегодня мой топ древних камней-хранителей! И перед тем, как я начну, друзья, я бы хотел, чтобы вы в комментариях написали, как вы в первый раз познакомились с игрой Скайрим. Какое у вас было ощущение, сразу ли оно вам понравилось, или не сразу, или просто напишите в комментариях с днём рождения, Скайрим! Спасибо вам! Ну что ж, мой топ будет 11 место. И на 11 месте, друзья, у меня камень под названием Камень Башни. Он находится вот здесь. Почему 11 место, друзья? Потому что этот камень позволяет один раз в день открыть замок уровня Мастер и ниже. Ну, на самом деле, нет большой проблемы открыть данный замок, вы просто сохраняетесь. И я считаю, это же не Fallout 4, где нужно прокачивать этот перк. Этот камень для меня менее-менее-менее полезен. Десятое место, друзья, десятое. Открываем карту. Вот у нас Винтерхолд. Просто с другой стороны. И здесь Камень Змеи. Камень Змеи позволяет нам раз в день парализовать противника всего лишь на 5 секунд и нанести урон 25 единиц. Ну, я не считаю, что это так круто. Я это никогда не пользовался. И всего лишь на 5 секунд. Может, это поможет один раз спастись. Но в моем топе это десятое место. Девятое место, друзья. И здесь, недалеко от Рифтона, обитает Камень Тени. Камень Тени, друзья, это камень, который позволяет нам один раз в сутки становиться невидимым. Ну, это не всегда может нам помочь, потому что Инвиз это не все. Вы должны еще прокачаны быть. Плюс, если вы хотите максимальный эффект, вы должны полностью снять с себя одежду, чтобы она ничего не весила. Использовать этот Инвиз. Он может, конечно, вас спасти. Но для меня это не было важно, потому что даже на первом уровне вы сможете сделать зелье на 18 секунд. Наделал их, и, пожалуйста, вот тебе Инвиз. Это, друзья, девятое место. Восьмое место, друзья. Мой топ-8. Вы только посмотрите, какой прекрасный вид на Вайтран. И даже труп Некроманта это все не портит. Недалеко от Вайтрана у нас камень Ритуала, друзья. Это довольно уникальный камень, но я его все-таки отнес к этому топу. Этот камень позволяет нам поднимать нежить. Уникальность в том, что вы можете поднимать безграничное количество нежити один раз в сутки. И это действительно очень круто. Ну, я этим не пользовался. Конечно, это довольно спорно, и многие со мной не согласятся. Потому что можно поднять просто такую армию на целых, по-моему, 60 или даже 180 секунд. Точно не помню. Так что, хм, это мой топ-8. Далеко-далеко в болотах, друзья. Камень на седьмом месте у меня. Давайте я вам покажу, где это. Недалеко от Морфола. Вот у нас Салитют. Здесь камень ученика. Вот. У нас магия восстанавливается на 100% быстрее. Но, друзья, мы и уязвимы к магии на 100%. Это, конечно, невероятный знак. Он очень экстремальный. Потому что, если вы хотите познать боль, если вы играете за мага, это крутое преимущество. Очень крутое, плюсток магии просто с воздуха. Вау! Это вау! Но, конечно, маги будут дамажить вас больно. Так что, я не рекомендую этот знак на сложности. Легенда. Шестое место, друзья. Шестое место и... Блин. Какой вид. Драконы летают. Я сделаю скриншот. Обязательно. Обязательно сделаю скриншот. Вот этот вид я еще видел на Nintendo Twitch. И это, друзья, у нас камень под названием Камень Леди. Здесь, друзья, у нас восстанавливается здоровье на 25% быстрее и сила. И это на постоянной основе. И почему так-то? Потому что этот камень довольно полезен. И очень полезен. Особенно, если вы играете на сложности выживания. На сложности выживания, друзья, у вас совершенно нет регенерации здоровья. Если вы берете этот камень, она у вас есть. И это нифига себе какое преимущество. Согласитесь, это очень крутое. Ну, я решил его поставить именно на это место. Когда я пробегаю мимо этого места, друзья, я не могу, не могу пробежать мимо. Я просто прихожу сюда и просто смотрю. Вы просто посмотрите, какой вид. Я думаю, каждый, каждый любовался хоть немножечко этим видом. О, черт. Пятое место, друзья. На пятое место у меня камни-хранители. Это воин, это маг и это вор. Это прирост опыта. Прирост опыта 20% за каждый класс. На самом деле, я раньше читал это не из важных камней. Но потом я понял, что уровень не обязательно быстро прокачивать. Потому что здесь все с уровнем. Чем быстрее мы прокачаем уровень, чем сильнее будут противники. Так что иногда уровень не стоит качать так быстро. Особенно это на легенде, друзья. Все, как говорится, качнется. Все качнется в свое время. Те ребята, которые давно меня смотрели, я думаю, уже знают, кто будет на первом месте. Но пока, друзья, четвертое место. И на четвертом месте у меня камень под названием Камень Любовника. Камень Любовника, друзья, позволяет нам качать все, все, все навыки на 15% быстрее. Это, я считаю, лучше, чем просто воин. Просто воин на 20%. Понимаете? В любом случае, вы все равно хоть немножечко занимаетесь взломом. Хоть немножечко занимаетесь алхимией, если играете за воина. Хоть немножечко стреляете из лука или используете магию. Так что этот камень очень-очень круто подходит для тех, кто хочет прокачать сразу все. Ну что, друзья, осталось строиться. Третье место. Третье место. И на третьем месте один из очень крутых камней-хранителей. И называется он Камень Коня. Камень Коня это уникальный камень, который позволяет нам носить на 100 килограмм больше. И активирует уникальную перку, которую, друзья, мы можем прокачать только на 70 уровне тяжелой брони. Представьте себе. Этот перк называется... Вот он. Надето тяжелая броня ничего не весит, понимаете? Вы можете его активировать и вам уже не нужно качать этот перк. Это очень круто. То есть, даже с тяжелой одеждой вы двигаетесь очень быстро. Я считаю, это невероятно крутое преимущество. Просто невероятное, друзья. Конечно, за третье место многие могут со мной не согласиться. Если что, напишите в комментариях. А вот, друзья, и второе место. Второе место занимает почетно Камень Лорда. Камень Лорда это очень крутой знак. Во-первых, у вас добавляется сопротивление магии плюс 25. Плюс 25 сопротивления магии. Представляете, для бретонца какое-то преимущество. Это невероятное преимущество. И плюс 50. 50 урона вы блокируете. Вау. Вау, вау, вау. Для воина это незаменимый знак. Сопротивление магии, сопротивление урона. Все сопротивление, друзья. Это мое второе место. 100% те, кто меня давно смотрит, уже поняли. Почему знак Атронаха у меня на первом. Первом, первом, первом месте. Этот знак нам позволяет. Точнее, дает сопротивление. Даже не сопротивление. Это лучше. Поглощение. 50% поглощения магии. 50. Но понимаете, в чем фишка? Магия это понятие растяжимое. Сопротивление всем крикам. 50% вы получаете меньше урона. Представьте. От всех магов вы получаете на 50% меньше урона. От всех ядов вы получаете на 50% меньше урона. Это огромное, огромное преимущество. И это еще не все. Помимо того, что идет поглощение, когда вы поглощаете этот урон, вы восстанавливаете себе манну. Ну да, и это незаменимо. Как для воина, потому что иногда все-таки воин тоже использует магию. Ну так и для мага, друзья. Это мой топ. Ну что ж, друзья. Вот такой вот у меня топ камней. Еще раз хочу сказать. С днем рождения, Скайрим! С днем рождения, Скайрим, друзья! Пишите ваши комментарии, оставляйте. Ставьте лайки. Заходите в мою группу ВК. И ждите новых видео. Пока, друзья!